Всем привет! Продолжаем рассматривать скульптуры, картины Гюстав Генрих и Берлейн. Немецкий скульптор, художник и писатель, один из ярких представителей Берлинской скульптурной школы. И Берлейн родился в семье налогового чиновника. В 8-летнем возрасте он переезжает вместе со своей семьей в Агановерский Мюнден. Это город Германии в земле Нижняя Саксония. Город становится для него родным. Скульптор был связан с ним всю свою жизнь. Так как родители не могли его пофинансировать, дать сыну художественное образование, Берлина выучивается на ювелира. В 1866 году поступает в школу искусств в Нюрнберге. В 1869 получает стипендию для продолжения образования в Берлине. По возвращению в Берлин он получил значительную поддержку от Мартина Гропиуса. Несмотря на растущий успех, следующее десятилетие было трудным для него. Его трехлетний сын умер, затем мать, затем последовал развод. Год спустя он женился на графине Марии фон Герцберг, начинающей молодой художнице. Особенно успешен Гюстав Гюберлейн был в области портретной и малой пластики. В период 1900 года он является, после Эренгольса Бегаса, наиболее востребованным мастером Берлинской скульптурной школы. В общей сложности Берлин является автором более чем 900 произведений скульптуры, живописей, литературы и многих иллюстраций. Ему принадлежат так памятники, установленные во многих городах Германии, а также пять скульптур Буэнос-Айресе, Чири, Сантьяго. Работы его неоднократно выставлялись на художественных экспозициях Берлина и Мюнхен. В то же время ряд бронзовых статуи Берлина были переплавлены во время Второй мировой войны. Несколько его фигур были сняты с показа на Большой Берлинской войск из-за его поддержки французских и бельгийских скульпторов, таких как Раден и Манье. Фактически по мере роста напряженности в отношениях между Германией и ее западными соседями, откровенная пропаганда мира и разоружения Берлина привела к тому, что он потерял свои государственные заказы. Смог избежать нищеты, только усыновив свою горничную в качестве дочери, гарантируя, что о нем позаботится его семья. В моменту смерти о нем почти забыли, он был похоронен в Берлине. Многие из ее работ сейчас находятся в коллекции Немецкого исторического музея в Берлине. Вот такие данные из Википедии, переводной Википедии, о Гюставе, Генрихе и Берлине. В немецком скульпторе художники и писатели, одним из ярких представителей Берлинской скульптурной школы. Пока-пока, до свидания.